Бог наш, молитвен Пречистое, Своей Матери всех святых помилует и спасет нас, яко благое человека, любви и любви. Аминь, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Беседы святителя Анна Затаусова о грехе и исповеди. Нет подлинно, нет никого, будь кто отец, или мать, или друг, или кто бы то ни был, кто так возлюбил бы нас, как сотворивший нас Бог. Бог, если же ты укажешь мне на печали, скорби и бедствия в жизни, то подумай, сколько раз каждый день ты оскорбляешь его, и ты уже не будешь удивляться, хотя бы тебя постигли даже большее бедствие. Напротив, когда будешь пользоваться каким-либо благом, тогда будешь и удивляться, и изумляться. Теперь же, постигающие нас бедствия мы видим, а тех оскорблений, которые мы ежедневно наносим ему, не видим. Почему и приходим в смущение. Между тем, если бы мы точно сосчитали наши грехи в течение хотя бы только одного дня, то хорошо бы узнали мы, каких зол достойны мы. Оттого вкрадываются к нам тяжкие грехи, что не получают надлежащего исправления, грехи меньше. Оттого внезапные перемены и падения, оттого, что постоянные преждевременные смерти, что мы так высоко думаем о себе, как будто мы уже достигли самого неба. Грабим, как будто не предполагая никогда умереть. И предаемся корыстолюбию, как будто нам не предстоит дать никакого ответа. Ни слова Божия, ни сама действительность не выразумляет нас. Но все напрасно и ничто не разбивает нашей очерцелости. Никто не презирает земных благ, никто не взирает на небо. Но, подобно тому, как свиньи смотрят вниз, нагибаясь в шреву и валяясь в грязи, так и большинство людей, оскверняя себя погубнейшим навозом, не чувствуют этого. «Подобно тому, как нет никакой пользы тому, кто облечен в царскую порфиру и носит оружие, а не имеет ни одного подданного, и всякий желающий может поносить и оскорблять его. Так точно нет никакого приобретения для христианина, если он имеет веру и дар, но полученный в крещении, а является игрушкой для всех страстей». Напротив, как тот не только ничего не приобретает для своей чести от царской одежды, но и эту последнюю обесчестит собственным позором, так точно и верующий, живя порочной жизнью, не только не будет за это достовоуважаемым, но и будет тем более смешон. «Но не может ли грех привести к отчаянию или победить милосердие Божие? И как погиб Иуда? Ведь покаяние не может быть принудительным. Выслушай, что говорит ему учитель. Что мне делать с тобой, Иуда? Ты не знаешь, что намерен сделать? Я знаю, но не хочу. Качество грехов требует этого. Величие же милосердие утверждает, удерживает. Что мне сделать с тобою? Пощадить тебя, но ты станешь еще нерадивее. Наказать? Но мое милосердие не позволяет мне этого. Что мне сделать с тобою? Не поступить ли мне с тобою, как Содомом? Не поразить ли, как Гаморру? Но я отец, и отец милосердный. И мы, зная об этом милосердии, не будем отчаиваться. Но не будем также предаваться и беспечности. То и другое погибем. Отчаяние не дозволяет встать лежащему. Беспечность заставляет упасть и вставшего. То имеет свойство лишать дарованных благ. Это не позволяет освободиться от окружающего зла. Нерадение не извергает в самого неба. Отчаяние приводит к бездне зла. Подобно тому, как сохранение мужества заставляет сейчас же спасаться оттуда бегством. Взгляни на силу и того, и другого. Дьявол прежде этого был благ. Но впоследствии нерадения и отчаяния не спал в такую бездну зла, чтобы потом уже и не встать. Павел был хулитель, преследователь, гонитель. Но так как он имел ревность и не отчаивался, то он восстал и сделался равным ангелом. Иуда был апостол, но по нерадению стал предателем. Разбойник затем, тот как он не отчаялся и даже после того, как совершил столько зла, вошел в рай прежде всех. Парисей за то, что был самонадеян, не спал с высоты добродетели. Мыталь же, так как не пришел в отчаяние, был за это так возвышен, что предзошел того. Хочешь, я покажу тебе, как то же самое случилось с целым городом. Так был спасен весь город неневитян. Обратимся же и мы, воззовем, омоем слезами нечистоту греха. Будем бить себя в грудь и лицо. Почувствуем грехи свои, чтобы и нам услышать от Господа. Сегодня будете со мною в раю. Аминь. Кто Господи готовил?